Я слушал, а потом, да как же так-то, вы стоите, а я сижу, он встал тогда рядом, чтобы со мной стоять. Разговаривать уже, мы разговаривали, стой, все это на фотографии. А с того конца начинает батюшка говорить, я туда перехожу между двумя, двумя и опять, это Господь сделал, это моя глухота, может быть, ждала своего срока, чтобы выйти. Тут сразу изменилось настроение, фотографии, видите, сестры не просто сидели. Так, еще у нас сестра тут, где она? Иди сюда. Так, давай-ка, ты не просто тут была секретарь, вас референтами назвали, поближе, подойди к ней. Так, расскажи что-нибудь, как сидела, слушала, что думала? Что думала, я старалась записать, потому что я быстро пишу, быстро пишу и старалась все зафиксировать. Какие у тебя были мысли, нужна эта встреча? Нет, чем она кончится? Ну, конечно, встреча нужна, об этом уже много сказали. Слова Игнатия Тихоновича, конечно, большое впечатление произвели на священников. Это необычные слова. Обстановка такая, после, когда закончил слово Игнатия Тихоновича такая, пауза была, повисла такая, минутка. Молчание, потом уже нашел выход, секретарь, опытный, в этих вопросах все равно уже сказал, что-то там. А ты сидела, видела, что вот как раз отец Владимир, о котором говорят, расположен, он оказался с батюшкой бок о бок. Как будто специально их кто-то свел. Они вплотную сидели. И все время между ними, как какой-то контакт уже был. Ты не считаешь, что эта встреча не нужна была? Нет. Я в конце сказал, как бы я не понял, я говорю, так вы считаете, что встреча не нужна была? Да что вы, наоборот, секретарь тогда говорит. Так, кто еще хотел сказать? Кто, может быть, не был, но слушал? Галя, что-нибудь есть сказать? Ну, я, в принципе, вы уже все сказали. Ваша речь, она, вот именно, было обличение. Вот. И я единственное, что порадовалась, думаю, вот смотрю на часы, говорит, говорит, говорит. И обличает, вот настолько было обличение, там и про животы, и про то, что вы в ад идете. И, ну, все. И то, что вы не благовествуете. И то, что вы и Слово Божие это не несете. То есть это было настолько, вот знаете, я сидела, только вот можно, вот только вот так вот закрыться и не вылазить. И это самое. И я смотрю на время, это уже, он уже час говорит. Я думаю, ну, Игнатию Тихоновичу Господь позволил сказать столько, сколько вот он, никогда ему не давали. И то ему три минуты дают, то пять где-то на этих, даже среди администрации, там, краевая или городская администрация, на каких-то брифингах, все. А здесь священникам идет обличение в течение часа. Вот. И вот Сергий говорит, отец Сергий говорит, ну и что делать-то, нам что делать? То есть вот вы нас так обличали, и что нам делать-то? А Игнатий Тихонович говорит, да покайтесь. То есть нужно покаяние, от вас нужно покаяние. И приводит пример, что в Омске, да, в Омске... Нет, они в Омске, в Афрунзе. В Афрунзе священники встали и перед всеми покаялись. Вот. И начните жить по Слову Божию. И вот, ну, в общем, я считаю, что эта встреча была очень плодотворная, потому что они все вынесли тоже многое, что поучительного. Я не знаю, конечно, навряд ли они будут исправляться, потому что как бы вот отец Сергий подытожил, что над нами еще, и вот мы, значит, то есть Игорь по этому вопросу уже очень конкретно и хорошо сказал. Вот. Ну, я думаю, что, по крайней мере, вот эта встреча, почему она плодотворная? Она идет в интернет. Сейчас все будут видеть и нашу позицию, что мы живем по Слову Божьему, что мы соблюдаем и каноны, и все мы соблюдаем, что у нас есть священство. То есть это, я считаю, что очень нужны такие встречи. И то, что мы, то, что нам они хотели навязать свое мнение и подытожить, что вроде бы все, мы вас тут и не принимаем, мы вас с лица земли стираем, вот, что вы здесь существовать не будете, а тут вот такой кремень встал, камень, в камень встал, вот, преткновение, как говорится. И слава Господу за все, и я считаю, что нужны эти встречи. Значит, просьба к тебе, оказывается, в интернете у многих не открываются ролики. Они фотографии смотрят, ну вы могли бы это на бумаге изобразить, ты понимаешь? Насколько быстрее отпечатать все. Она аудио записала, отпечатать и выставить рядом с... У многих ролики не открываются, потому что люди живут в сельской местности, и просто возможности нету. Двух минуты, нужно буквально еще о молитве хотела сказать. Игнатий Тихонович сказал, Христос вчера и сегодня один и тот же. Я вот молюсь, и на каждую молитву Господь тут же отвечает. Это, мне кажется, тоже произвело... А не просил, Христос воскресе. Я говорю, а почему своими-то словами не молитесь-то? Ничего нет. И батюшка наш тоже там все-то... И когда уже встали, при выходе молитесь, а тогда Сергий говорит, ну сейчас мы прополем, что положим там, дева, днесь, и тогда молитесь своими словами. Ну и батюшка начал сначала про богородиство, несколько слов сказал. Не особенно, но уже своими словами прозвучал. Я говорю, как же так, живой связи с Богом нет? Написано, открывайте свои желания перед Богом. Я рассказал, как мы молимся, как поднимаем руки, как взываем к Богу, что за этим следует. Потом ждем ответа от Бога. У вас нет связи с Богом. И вы все это сделали так, законсервировали. Вот это надо, это надо, архиерея. Никому это не надо. Нужно только одно – любовь и водительство Духом Святым. Если Дух Святой не в человеке, то человек ничей. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И главное, что я места Писания-то привожу, в них нет противления. Они понимают, это железно, это молот бьет. Вы, судьи, должны быть с праведными мыслами. Вы судите неправедно. Вы, по слову Божьей, ничего не можете сказать. Вот это их, ну, видите что, я мог бы говорить более растянуто, но у меня время сжимает. Не надо было более растянуто. Вы говорили нормально, громко и вразумительно. А так бы вы начали бы растекаться? У вас прям... И теперь это можно раскрывать, вот чем дело. Дело в том, что был, когда Быков здесь, писатель, он сказал, у Лапкина быстрая Солженицынская речь. Я согласен, я могу говорить тише, но у меня время определенное. Я могу плакатными буквами написать на бумаге, но я включу одно слово. Но мне-то надо написать-то там пять тысяч знаков, поэтому я ужимаю шрифт, я ужимаю время. Поэтому, не потому что я не могу это, а у меня... Я сказал примерно одну треть того, что хотел сказать. Еще я хочу добавить хотел в конце. Я-то, в общем, к этому подводил, меня тут перекрыли немножко крана раньше времени. Дело все в следующем. Игнатий Тихонович говорил-то об обидах, я об этом сказал. Но он немножко коснулся как раз того, что отец Сергий там все время взывал. А что делать, что делать. Конкретно нужно было собрать всех священников, хотя бы тех, которые отразили наши видеокамеры, которые нас называли еретиками-раскольниками, при том, что уже Максим встречались с Евтихием неоднократно. И уже знали все прекрасно, что мы никакие не раскольники, не еретики. И чтобы эти люди здесь, священники, ну хотя бы если не покаялись, прям там со слезами перед камерой, чего не добиться, ну хотя бы они вразумительно сказали, в чем дело-то, почему они это делали. И вот это было бы начало диалога. Только вот это начало было диалога. А то, что еще не сказано было, не было сказано Игнатием Тихоновичем, ничего еще не было сказано. Он только общие говорил фразы, такие как, например, всего 952 правила, вместе с Юстиниановыми, из них нарушается 413, и все. Но он ни одно правило не сказал. Он бы мог им сразу встать и сказать, отцы, вы тут нам говорите, соединяться, объединяться, вы даже крещение не можете сделать. Я обречения сказал, венцит, я говорю, не надевайте, венчания нету никакого. Все равно это было сказано общее. В общем, то есть Игнатий Тихонович здесь не заострял. Но это самое главное, это очень наши претензии. Не то, что Игнатия Тихоновича в тюрьму там не посадили, не то, что нас там гонят и ретиками называют. Это мелочи все. Если бы они крестили правильно, то, то делали, мы бы их простили и вообще об этом не говорили. Но вот это все сергианство, оно зиждется как раз на неисполнении канонов. И теперь что делать? Он такой, что, до такой степени этот кон-то ударил по нему, он понял, что и действительно мы же нарушаем. Вот это он понял. Но дальше уже, ну тут сложно. Они абсолютно точно поняли, что сказано. Я должен назвать газетам, номер, когда было печатано, в какой газете, вы выступали. Давайте этих людей. Вы увидите, что это лжецы. Я требую сюда. Я говорю, Павел, я посчитаю себя счастливым, могу защищаться. Вы мне этого счастья не дали защищаться. Вы только клевещете, полощете. Ну дайте право мне защититься. Чтобы я вам показал это. Тем более, я не могу просто так отмахнуться от людей, от книг. Я говорю, архиерея считает книги настольными некоторые, а вы в руки не брали. Батюшка сказал, как Солженицына, я осуждаю, хотя и не читал. Так же не делается. То, что тебе, говорит, батюшка, не нравится, и поэтому ты осуждаешь. Ну ты конкретно показы, где не по канонам. Евтихий тогда был и сказал, вам ничего не сделать. Тут все на основании Слова Божия. Евтихий свое слово уже сказал. Вы книгам не прикасайтесь. Обвинять Игнатия в ересь, это, говорит, не получит. Он сугубо православный. Сугубо, то есть вдвойне. Более вас. Мне от них оценка не нужна. Мне нужно одно, чтобы они себя к православным не причисляли. Сегодня самая большая секта, это Московская Патриархия. Это самая настоящая секта. А им мощи надо, пояса, что угодно. Они отсекли себя от прямого общения со Христом. Им нужно все это заархивированное, как бы в сжатом виде показать. Все у нас единодушным, все вместе. И поэтому Патриарх нас благословляет. Не забывайте, что сегодня, по указанию Патриарха, во всех храмах России, может за рубежом, молятся о прекращении гонений на православную церковь. Я говорил, они придут. А в интернете говорят, вам не об этом надо молиться. А выйти к народу и сказать, почему от вас благодать Божия отошла. За ваше моральное поведение. Люди понимают, а они не понимают, что только нас не трогали, чтобы мы с властями целовались, а чтобы мы танки в Чечню благословляли, чтобы чеченцам голову там резали. Не будет этого. Весь мир ополчится на вас и вас передавят всех. Я вовремя вам говорю, вовремя сегодня, я предложил конкретную программу свидетельства. Как ехать, как говорить, как ночевать. Куда мы едем? Едем в нынешнем Алтайском крае, Новосибирская область, Кемеровская, Красноярский край. Мы должны везде побывать. Как едем, как ночуем, какая безопасность, какой устав. И все это вложили ему в руку. Я не думаю, что это без местного епископа пройдет мимо. Они поняли, что здесь все очень серьезно и на опыте основано. Так, кто слушал теперь, говорите, кто ролики смотрел. Он сзади есть. Ваше мнение? Да. Я когда просмотрела ролик, я даже не заметила, что я смотрела это все два часа. И вот знаете, все, что сказали, все уже повторяться-то не нужно. И мне самое интересное, вот запомнилось то, что Игнатий говорит, вам нужно благовествовать, вам нужно благовествовать. Понимаете, мы имеем такой опыт, мы ходим там, ну все объясняют, как мы это делаем. Но самое главное, когда мы ходим, а люди приходят, говорят, вы православные? А до вас уже это, где вы были раньше-то? Были свидетели Иеговы, были все баптисты, были там пятидесятники. Мы уже со всеми так уже в контакте были. Где вы были? И мы, говорят, отцы, отцы, мы их приглашаем к вам в храм идти. Мы наполняем ваши храмы. А вы, а вы почему нас-то гоните? Вы не гоните сектантов, вы не гоните, не боретесь со свидетелями Иеговы, которые ходят и наполняют все наши деревни, все наши дома. Сюда повелись лицом. А вы ловите нас. Да что ж вы делаете? Вот Игнатий вот такое сказал. Мне прямо, вот я, знаете, я поняла, что вы гоните то, на чем супку вы сидите. Вы как бы его срубить хотите. Вы почему так делаете это? И смотрю, они как-то так, вроде он так быстро сказал, но все равно такое вот, смотрю, я этот взялся за голову, там еще кто-то как, это видно? Вы там сидите каждый на своем месте, а когда все показывают, видно так. И самое интересное, что Игнатий потом уже им говорит, вы не имеете страха, вы знаете, что священники, вот у вас тут сидит пятеро, и вас может двое только спасется, а три пойдет в ад. Вы понимаете, вы погибнете, вы погибнете все в аду. И молчание такое, и те, у них глаза такие, вот знаете, такое, как он вроде посмел. А он говорит, а вы даже и не рассчитывайте, что вы. Вы что, отца Сергея, отца Серафима Саровского, который молился, там все время этот пример привел. И думаю, он так на них давил, вот такое давление. Не то, что он обиделся на них, он за них болеет. Неправильное слово обида. Мне не понравилось, когда я говорю, что обида. Я не могу это вместить. Я когда слушала обиды, Игнатий не сказал. Он сказал, что вы не идете ни по пути Христову, а вы идете по пути, вами придуманном. Вы идете вообще без Христа идете. Вы как можете попасть в Царствие Небесное без царя? Вы делаете то, чего не угодно Богу. Вы не знаете Слово Божие. И он их покорил Библию. Когда он стал говорить, говорит, вроде все так, и вдруг раз, Слово Божие. И все на место. И вдруг Слово Божие, Слово, все на место, и все на место. И говорит, какое благословение я у вас должен требовать? Какое благословение? Когда Господь говорит, проклинаю все ваши благословения, что вы в аду уже находитесь, и вы кого-то из нас должны благословлять на благовестие. И вот тут, зачем оно, он говорит, это благословение ваше, когда я их уже давно не признаю, и проклятые вы, за то, что вы благословляете, а вы недостойны этого. Я его не признаю, не говори. Но не признаю по-другому, это я уже придумала. Спасибо, Христа. Я пояснил, что я пояснил, в моей пропаде всегда 5 Б. Б. Бог, Библия, благовестие, благословение, будущее. Он все записывал, сидел. Но когда батюшке он позвонил, оказывается, он это и сказал еще. Что, а как же так, Игнатий, вот из нас, и вдруг в аду будут трое. Я говорю, почему трое, может быть четверо? Златоуст сказал, большая часть, но ты умеешь делить пополам? Вот если десятеро, то уже не пополам, больше, должно быть 6 и 4. Это в аду будет. Вот, а Серафим молился, я назвал книгу, третий том, священнослужители, 601 страница. Я вам данные даю. Они ничего не знают. И он молился три дня, и вдруг Бог заговорил. И сказал, не пощажу, не помилую. Он молился не просто, а целенаправленно о священниках в архиереях. Я рассказал, кто они такие. Златоуст говорит, никого не боюсь, как епископов. Что вы взяли на себя власть? Вы не просто волки. Волки это коммунисты. Люди, которые не верующие. Вы лютые волки. Потому что он призвал из милиции пресвятеропа и епископов. Это вы. Вы все губите, к чему прикасаетесь. Вы делаете человека отвратительным. Вы преступники. Эти семинаристы ваши такими не были. Вы их сделали волчатами. Вот человек сидит, показан Игоря. Борода седая. Они подошли к нему из храма. В прощенное воскресенье. Мы молились вместе. У одного архиерея благословлялись. И они выходят и на него за то, что визитки раздавали на... На улице. А ты дурак, козел. Да дать ему в морду. И тут же стоит священник. Вас судить надо сегодня за развращение молодежи. Вы преступники. Уголовники. Ясное дело, что им это было никак. Но без этого никак нельзя. Это необходимо было сказать. Я к этому подбирался здесь только вот, считай, сколько лет уже. Полвека я шел к этому. Но оставили надежду, что будет еще встреча. Теперь мне бы попасть на одно сиденье с епископом Максимом, когда в потеряевку поедут. Помолитесь. И с собой, чтобы мне обязательно записывающее устройство было. А уж там мы его запишем. Мы не против бьемся, а за их души, чтобы они не обольщали. Пасха это не яйца крашены, не куличи. Это Христос. И люди во всем мире одни яйца. Какое отношение в вареное твое яйцо имеет? Если оно имело силу, то только живое яйцо. В мертвом ничего нет, кроме того, что у тебя толстая утроба еще толще станет. И ты болеть после поста будешь. Что за холестерин, это у тебя последняя извилина в мозгах. Ты даже к храму дорогу не найдешь. Вы что из Христа сделали, как Мещерина пишет? Спас яблочный, спас медовый. Какой медовый? Христос на кресте умирает. Какой ореховый спас? Вот это сделали лубочное христианство. Вот этот белый шаманизм и магиизм. Вы за все будете отвечать. Мы для того к вам и пришли, как пророк Иеремия говорил. И говорит, знаете, среди вас был пророк. Я не называю себя таким. Я говорю, но знаете, есть человек мне не симпатичный. Сергий Строгородский. И он сказал в последнее время, при общем запустении, обмерщении церкви, Бог будет воздвигать особых людей из мирян, наделенных особой харизмой, даром сказать, не священникам. И они сдвинут все с места. Я когда прочитал, я понял, что речь идет обо мне. Они, конечно, по-другому сдвинули. Тоже так подумали. Меня вызывали разные епископы, митрополиты, хотели сделать священником. Но я не должен быть там. Это не мое место. Я точно знаю мое назначение. Назначение мое это тюрьмы, лагеря, свидетельства, психушки. Вот я должен там быть. Я должен быть на самом низу пирамиды. Но я словом Божьим желаю вас достигнуть, сказать. Вы людям не дали слово Божие. Народ не знает Бога. Батюшка сказал, батюшка благословил, а это никакой роли не имеет в Царству Небесному. Бог не сказал, что через тебя. Ты нужен только для литургии. Все. Но ты расширь свои полномочия. Есть священное действие, благовестие. Это благодарение Богу. Дальше, значит, что? Кто хотел сказать еще что? Маленько. Давай. Конечно. Шаги сюда. Встреча потрясающая. Очень такая интересная. Все уже сказано. Очень много. Но Игнатий сказал пять лет. Не пять лет, а действительно пятьдесят. Я помню, когда он устраивался там дворником подметать около храма. Эта цель была одна. Общение. Когда молились, когда организовалась община. Когда отец Александр Пивоваров. Это была тоже такая встреча редкостная. И послужила какой-то такой огромной поддержкой в свое время для него. И теперь, я считаю, в третьем поколении из протестантов, меня всегда очень трогает такое разъединение пасты с пастырями. Не исключительно, что вот наш батюшка, который ест и пьет с нами, это да. А там вот архиерей. Это же просто старший брат. Конечно, на нем сан. Но он должен и проявлять заботу, о чем говорилось. И то, что было сказано Игнатием Тихоновичем, теперь только нам нужно усилить молитву, чтобы, может быть, хоть одна душа об этом будет как-то скорбеть и тосковать, что утеряно. Встреча очень хорошая. Хочу сказать порой-то по поводу всего, что я вот увидел. Знаете, вот говорят, давайте объединяться с МП, там они сидят, вот вроде бы они такие уверенные в себе. А мне вот ситуация эта вся напоминает такое, исходя из политической обстановки, вот на Патриарха сейчас, на Московскую Патриархию, мне сейчас напоминает эта обстановка такая, что большой корабль, как Титаник, вот он тонет, он тонет. И они, находясь на этом корабле, не понимают. То есть люди уже умные, скажем так, духовные, они отплыли вот на шлюпках и смотрят, как вот эта гигантская машина тонет. И они этого не понимают. Ну вот в нашем смысле, наша община, мне напоминает такой катер, который еще пытается подплывать к гибнущему кораблю и вытаскивать оттуда людей. Вот. То есть, по сути дела, их надо еще и пожалеть, что они ослеплены. То есть, не просто они враги, допустим. Кто-то говорит, они враги там, все. Нет. Они слепые. За них надо молиться и вытаскивать их оттуда. А не то, что объединятся с ними или разъединятся. Далее хочется сказать что-то. Я буквально одно слово. Вот Игнатий Тихонович сказал, и меня это очень поразило, что с какой любовью он отнесся к этим священникам. Он говорит, я вам выговариваю. Почему? Потому что я вас люблю. Я вас всех люблю. И я стараюсь, чтобы души ваши спасти. То есть, ну, примерно смысл такой. Вот. И поэтому вот эти обличения, это воспасение наших отцов духовных, которые в православной московской патриархии, и воспасение церкви Христовой. Вот. Спаси Христос. Так, нет никого больше? Все? Нет. Так, попутно, сестры, просто разрезать и искать картонку. Вот заберите кто-нибудь. Заберите, режьте. А то, что первую давали... Все? Находите, вот картонки лежат. Заберите картонки. Еще кому-то дайте, чтобы разрезали. Передай там. Это не надолго. Не дайте. Так. Кому еще дать? Вот это вот, разрезать. По одному режьте только, по одной. Держите. Это не так долго. Передай кому-то. И сюда принесете. Ищите везде картонки. Если ничего нет, пожалуйста, мы благодарим Бога. Мы быстро закончили. Антон. И яши благодать, нечистая Дева, радуйся. И по Кереку радуйся. Твой Сын воскресит и небе над гробом. И мертвые воздвиговые люди веселитесь. Святись, а святись, а Новый Иерусалим. И слава Бога Господня на Тебе, Эмасия. И слава Бога Господня на Тебе, Эмасия. И слава Бога Господня на Тебе, Эмасия. И слава Бога Господня на Тебе, которые втайне останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Оставайтесь на занятиях, потому что, может быть, занятий уже не будет. Подцените это время. Игнатий Христиан. Игнатий Христиан. У кого картонку, сразу наклеивайте. Братья и сестры, на детей никто не дает денег. А что? Вот сейчас, в этой, всего 100 рублей. А на что? На детей. На дот, скажите, никто не дает денег. Не дает денег. Им давать не это самое, и давать нечего. Хоть понемножку-то можно? Опа, давайте-ка мы сейчас освободимся. Сестры! Сестры!